Я работаю в компании Rails Reactor, и название доклада у меня Pip-Install Driven Deep Learning. На самом деле, когда я уже предоставил этот доклад, буквально несколько дней назад мне сказали, что название доклада несколько кликбейтное, что я немножко обманываю людей. На самом деле, мы не будем смотреть, как обучать свои модели, как их создавать. Мы рассмотрим какие-то уже готовые решения, которые можно использовать. И начнем мы, пожалуй, с того, что посмотрим, что происходит, когда у нас появляется какой-то Machine Learning на проекте. Для начала нам, для Machine Learning проекта, нам нужен какой-то ML-инженер, то есть, собственно говоря, человек, который будет это делать непосредственно. Возможно, ему в помощники понадобится еще и Data Engineer, Data Scientist, еще некоторое количество людей. Потом нам может понадобиться, ну, нам не могут понадобиться, нам обязательно понадобятся тренировочные данные, тренировочная инфраструктура какая-то, где мы будем тренировать наши модели и где все это будет крутиться. Нам нужно как-то подготавливать наши тренировочные данные, очищать их, балансировать, да, и делать вот эти вот все вещи, потому что чем чище, чем лучше наши данные, тем лучше будет, соответственно, тренироваться модель. Также нам, когда мы тренируем модель, нам надо еще проследить за тем, чтобы это все происходило быстро, нам там надо следить за тем, как она тренируется, повесить на это все метки, настроить какой-то pipeline, настраивать эксперименты, пробовать разные параметры, потом еще эвалюировать модель, смотреть, насколько она адекватна, насколько она хорошо работает, а потом нам еще надо это все как-то задеплоить на продакшн, и чтобы оно нам все работало. И это все проблемы, еще кроме тех проблем, которые связаны с тем, что у кастомера может не быть данных, у кастомера может стоять retention в базе данных, да, у них есть данные только за последнюю, например, неделю, и они говорят, вот сделайте нам машин-лёрнинг. Вот. Может быть такая ситуация, что кастомер скажет, что сделайте нам машин-лёрнинг, мы спрашиваем, собственно говоря, какие у вас есть данные. Они говорят, а вы, какие у нас данные, это секрет. Вы сначала скажите, что вам надо, а вы уже посмотрим, можем ли мы это предоставить. Вот помимо всех вот этих вот проблем, да, есть еще и вот эти. И сегодня я хочу, да, получается, показать, что можно делать без тренировки моделей, какие уже есть готовые пакеты, которые можно сразу брать и использовать. И для начала немножко ведем чуть-чуть терминоги, да, там про нейросети. Когда говорят про нейросети, показывают, как они работают, то всегда почему-то демонстрируют эту картинку, да, что это там нейроны, что они там как-то связаны, и мне, честно говоря, ну, не очень прозрачно, что в ней происходит. На самом деле происходит приблизительно, приблизительно, да, вот такая вещь. У нас есть входные данные x, у нас есть веса w, да, и у нас есть еще какой-то bias, какие-то дополнительные числа, которые мы там как-то прибавляем для балансировки. Ну, как, мы это, конечно, вручную не делаем, они обучаются во время тренировки модели, и после этого мы то, что получается, оборачиваем еще в какую-то активационную функцию, которая зачастую во всех примерах, да, говорят, что это, например, сигмоид или линейная функция, ну, или там RELU и их производные. Вот, по факту это просто умножение матриц, то есть буквально в смысле происходит что-то наподобие этого, то есть у нас есть входные данные, представленные в виде каких-то цифр, у нас есть, собственно говоря, веса, то есть это всякие там коэффициенты и матрицы, на которые умножаются входные данные. Вот, у нас есть вот этот вот bias, вот этот вот bias предыдущей формулы, вот, это нам в итоге там дает какой-то результат. Вот, если у нас получается нейросей, да, она там должна быть многослойной, а потом результаты вот этой операции снова передаются сюда, умножаются уже там какие-то модели, третьи, четвертые веса, и, таким образом, у нас получается еще, да, там потихонечку диплетник модели. И ценность модели, да, то есть, собственно говоря, модель у себя представляет архитектуру, то, в каком порядке, что на что умножается, какие операции проходят, конечно же, помимо простого умножения есть еще очень много других операций, какая-то регуляризация, конволюция и вот это все. Ну, в принципе, да, их можно, для этого примера подойдет то, что мы просто умножаем матрицы. И в итоге мы стремимся, да, там провести операцию таким образом, чтобы у нас в результате получился результат соответствующего размера. Ну, например, если у нас в Средней России, да, там сейчас будет на два класса, то мы ее не будем отдавать, мы ее проектируем таким образом, чтобы она отдавала два числа, и при этом мы для себя задаем, что первое число, да, это, например, то, что на картинке котик, да, второе число это то, что на картинке собака, если второе число больше, то у нас получается на картинке собака, если первое число больше, то у нас на картинке котик. А входные данные, например, для картинки могут быть представлены, да, например, если это черно-битная картинка, да, 2D-сображение, то это, соответственно, будет двухмерная матрица, Если это, например, RGB-картинка, то она становится еще немножко, у нее появляется еще один дименшн для цветов RGB, и, в принципе, все разом начинается кодировать данные для того, чтобы они имели численное представление. В принципе, это теория, которая нам необходима. И в качестве задач, которые можно решать готовыми пакетами, начнем, пожалуй, с компьютерного представления, а именно с Face Detection, который иногда работает, иногда не очень работает, как на этой картинке. И когда мы делаем с Face Detection, то первые же примеры в интернете, они нам предлагают использовать библиотеку OpenCV. OpenCV сейчас уже в 2019 году и дальше, по-моему, еще в 2018-2017. В общем, достаточно долгое время уже ставится просто как PIP-пэкетч, так что она, в принципе, подходит в эту рубрику. А как нам с помощью OpenCV сделать Face Detection? Ну, мы просто импортируем эту библиотеку, после этого создаем объект, так называемый, каскадного классификатора, куда передаем XML-файл, который в себе, в принципе, содержит обученную классификационную модель, которая будет находиться в нашем изображении. После этого мы можем прочитать картинку, поменять картинки размер, чем меньше мы сделаем картинку, тем быстрее все будет работать. После этого мы конвертируем цвета из BGR в RGB, ну, для того, чтобы полученное изображение нормально выглядеть. Почему-то по историческим причинам OpenCV, когда мы открываем изображение, получаем его с веб-камеры, да, или там делаем еще какие-то, используем еще какие-то, да, другие способы получения изображения, почему-то слои цветовые OpenCV используют как BGR. И когда мы потом такую картинку пытаемся, например, в Jupyter ноутбуке отобразить, показать или что-то с ней сделать, то мы видим, что цвета немножко получаются, ну, как бы смазанные, у всех синие лица и вот это все. Значит, FaceDetector тут работает в черно-белом формате, и после этого с помощью подгруженного классификатора мы можем найти лица на нашем сером изображении, на нашем черно-белой картинке. Detect Multiscale означает, ну, и вот эти параметры, и, собственно говоря, само название функции означает то, что когда FaceDetector пытается найти лица на картинке, то он берет исходное изображение, пытается на нем на исходном пройтись и найти лица, уменьшает, 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 и потихоньку такую пирамидку уменьшает, все пытается найти лица для того, чтобы полученный лиц, ну, для того, чтобы он адекватно работал для лиц разного размера. В принципе, да, это, конечно же, не Deep Learning, да, но это такой хороший, как говорится, baseline, чтобы с чего-то начать, и это сравнительно быстро работает по отношению к другим методам. После этого, опять же, с помощью OpenCV мы можем на картинке нарисовать, обвести в квадратики лица, которые были найдены на картинке белым цветом в 5 пикселей ширины, и получить приблизительно вот такой результат. Значит, вот успешно нашло лицо, вот нашло, вот нашло, значит, карман, штанину, и, ну, и еще там некоторые лица не понаходило. В принципе, это был достаточно, который там используется, подход, он достаточно простой, вот, не стоит возлагать на него большие надежды, но для какого-то прототипа это более чем достаточно. А performance, который у меня лично получился, это получается 230 миллисекунд на моем ноутбуке, да, на котором там город 7 и вот это все, и размер изображения 1024 на 768. Вот для такого изображения, вот такой у меня performance. Может быть, у вас будет немножко другой. Ну, в общем, операция не сильно быстрая, поэтому, когда вы что-то такое используете, старайтесь делать изображение как можно меньше. Следующая вещь, ну, следующая библиотека, которая у нас предназначена для работы с лицами, которая позволяет делать не только face detection, но и face recognition, да, потому что чем отличается задача detection от recognition? Detection – это когда мы просто находим лица на изображении, а recognition – это когда мы уже хотим понять, чьи именно это лица, да, то есть делать не нахождение лиц, а распознавание. И существует вот такая одноименная библиотека, которая так и называется face recognition. В этой библиотеке можно делать вот такие вещи. Ставится она, опять же, просто как pip package, тянет за собой много зависимости, поэтому ее установка может занять некоторое достаточно, ну, продолжительное время. Вот, но потом все просто. Мы просто берем, подгружаем наше изображение, да, на котором мы хотим найти лица просто с файловой системы, передаем путь. Вот, после этого мы просто вызываем метод face locations, получаем массив координат, где находятся лица на изображении, потом еще можем получить face encodings, про это чуть-чуть позже, и после этого мы можем спокойно, опять же, с помощью CV2 нарисовать, обвести лица, нарисовать вокруг них квадратики и посмотреть на результат. Намного лучше, как мне кажется. Но за все хорошее, конечно же, приходится больше платить. Здесь уже для картинки вот такого же размера, 1024 на 768 уходит времени 500 миллисекунд. В принципе, какой способ для фейс-детекшна использует эта библиотека? Она использует под собой, под капотом библиотеку... Она написана на C++, в ней тоже используются нейросети, то из-за того, что уже используются нейросети, то уже надо проводить достаточно более объемные вычисления, мы получаем такое время. Итак, к слову, мы идем достаточно быстро, поэтому я вас очень прошу не искать, задавайте вопросы, потому что времени на вопросы будет достаточно много, и уверен, тут есть что спросить, что покритиковать, и все. Дальше. Насколько помните, да, вот здесь были face encodings, то есть мы в библиотеке вызвали метод face encodings, туда передали картинку, туда передали локации лис, и оно нам вернуло какие-то encodings для каждого из найденных лис. Посмотрим, что выводит этот принт. Этот принт выводит 300 флотов. Искать в них смысла невооруженными глазами нет, это всего лишь иллюстрация. Но я сейчас покажу, что они, в принципе, означают, и что с их помощью мы можем делать. Есть в машинном обучении такое понятие, как embedding. Берется оно приблизительно из вот такого феномена. Допустим, у нас есть какая-то нейросеть, какая-то глубокая нейросеть, конволюционная, которая берет исходное изображение, делает над ним многочисленные операции с помощью натренированных весов, и делает, например, классификацию. Какая у нас цифра нарисована на картинке. 0, 1, 2, 3, вплоть до 9. И теперь можно сделать такое утверждение. Для всех двоек, в большинстве своем, мы в качестве responsa от нейросети будем получать наиболее большое число на последнем слое, именно там, где у нас лейбл двойки. А если у нас будет написано что-то среднее между двойкой и тройкой, такое, что сам человек не поменял между двойкой и тройкой, то мы, скорее всего, и здесь получим что-то среднее. Половина значения 0, 4 будет около двойки, еще 0, 4 будет около тройки, и остальные значения где-то распределятся по другим лейблам. Таким образом, потихонечку меняя внешний вид исходного изображения, мы можем потихонечку воздействовать на предсказания нейросети. И с другой стороны, можно сделать следующее утверждение. Для похожих изображений мы будем получать, соответственно, похожие предикшены. То есть, для по-разному написанных двоек мы где-то будем получать 0, 8, 0, 9 на лейбле двойки, но приблизительно значения будут примерно похожи. Если мы отступим на слой назад и посмотрим на результаты работы какого-то предыдущего слоя, будет ли справедливо утверждать, что на более предыдущем слое его результирующие значения для похожих изображений будут похожими? Я думаю, тоже можно. И мы можем вот так потихонечку-потихонечку подниматься вверх. Конечно, потом со временем разница между изображениями, разница между результатами работы будет становиться для похожих изображений все больше и больше, пока мы не дойдем до уровня изображений. Так вот, если мы возьмем и на каком-то слое перед классификационным, где мы все формируем в одномерный массив, если мы посмотрим на вот эти значения, то мы увидим, что для похожих картинок они будут похожими. И, соответственно, вот эти значения, их обычно берут размерностью 300, и это и есть тот самый эмбейдинг. То есть, возвращаясь назад, вот эти лица, это промежуточные, ой, эти лица, извиняюсь, эти числа, это промежуточный результат работы нейросети прямо там перед каким-то возможным потенциальным кассуальным слоем. И получается, что для похожих лид вот эти массивы чисел, вот эти вектора, тензора, хоть будут вектора, они будут похожи. Между ними коса и дистанц будет достаточно небольшим. И таким образом мы можем использовать вот эти координаты и по этим координатам определять у нас на двух фотографиях, например, один и тот же человек, или это все-таки разные люди. И таким образом, например, делать какой-то прототип там аутентификации, авторизации по лицам, по фотографии. Вот такой вот пример. Значит, у меня тут фотографии Киану Ривза и фотография Адама Драйвера. Как это все работает? Импортирую Face Recognition, подготавливаю небольшую функцию, потому что мало кода влезает на слайд. И после этого мы просто берем, распознаем лицо, распознаем лица, находим энкодинги. И после этого мы с помощью уже готовой функции, даже не надо самому ничего там читать, находить дистанцию между литрами, просто с помощью готовой функции мы можем найти дистанцию между энкодингами, да, там двух фотографий. И мы, например, видим, что между двумя картинками с Киану Ривзом, да, у нас получилась дистанция 0,37, но, да, там Киану Ривз уже, ну, не очень похож на Адама Драйвера. Вот, в принципе, справедливое утверждение, которое, скажем так, подтверждается вычислениями. И все, вот так все просто. И, наверное, это все, что я хотел сказать по Face Detection и Face Recognition. Конечно, есть еще большое, ну, другое количество, да, там каких-то библиотек, которые используют какие-то и Deep Learning модели, или же не используют их. Но, в принципе, они все делают приблизительно вот то же самое. И я думаю, на этом эту тему уже можно закрыть. А теперь поговорим про Object Detection. Object Detection — это не локализация объектов, то есть когда мы решаем задачу Object Detection, мы просто пытаемся понять, есть ли на картинке какой-то объект, но мы ничего не знаем о том, где он расположен. То есть, да, если мы, например, распознаем, то есть детектируем котиков, находим котиков, то мы просто будем знать, есть ли на фотографии код, но не будем знать, где он находится. И в качестве примера я решил использовать библиотеку Keras. Вообще, Keras — это, наверное, даже не библиотека, а фреймворк. Фреймворк для машинного обучения. И в нем есть такая приятная вещь, как готовые модели. Эти готовые модели уже натренированы, уже натренированы на дейтасете ImageNet, который позволяет этим моделям классифицировать объекты, находящиеся на картинке, на тысячу классов. Тут есть самые разные архитектуры, там как и более какие-то старые вещи, как VGT-16 или VGT-19, более современные ResNet, там еще более современные DanceNet, и про это я, честно говоря, даже еще не читал. Ну и на первом месте стоит exception, не потому что он старый, а потому что автор этой архитектуры, автор этого фреймворка Keras. Тут, перед тем, как мы пойдем дальше, важно увидеть эту вещь. Здесь есть такая колонка, которая называется «Параметры». Параметры, вот эти вот, 138 миллионов, 143 миллиона, 4.3 для MobileNet, поэтому они и Mobile, это количество вот этих параметров, вот этих вот чисел, которые внутри нейросети существуют в весах. Причем там не только в весах, там могут быть еще какие-то дополнительные параметры, но, в принципе, да, можно сразу понять, что, например, 60 миллионов, это у нас как минимум 60 миллионов, это, соответственно, если я, я очень надеюсь, я не ошибаюсь сейчас, это 4 байта. 4 байта умножить на 60 миллионов, ну, мне кажется, получается достаточно много. Плюс еще прибавим то, что это, конечно же, ну, неидеальным образом получится в память, я бы сказал, неидеальным, наверное, даже раза в полтора-два неидеальным, и, соответственно, когда мы погружаем эти модели в память, когда мы их начинаем использовать, памяти будет седата достаточно много, и, к сожалению, многие из этих вещей, возможно, не получится как-то эффективно использовать на маленькой VPS-ке, популярных VPS-провайдеров синего цвета. Топ-1, топ-5, это означает, что на валидационной проверочной части ImageNet дейтасета, например, вот топ-1, это означает, что в 79% случаев, да, вот эта архитектура, вот эта нейросеть правильно определяла, однозначно правильно определяла картинку, ну, то есть, что на ней, какой класс, а здесь 94,5%. Это означает, что, если мы возьмем топ-5 самых активных лейблов, у которых были самые высокие значения у результатов работы нейросети, то в 94% случаев среди топ-5 там был нужный класс. Ну, в принципе, здесь на этом слайде, наверное, все. Дальше будем использовать. Я вижу, что в Телеграме нет вопросов, напоминаю, что их можно и нужно спрашивать. Значит, как мы работаем с Керосом? Для начала мы из его подпакета applications мы достаем нужную нам архитектуру. В принципе, как ее выбрать, я как-то так однозначно ответить не могу. Во-первых, вы можете, конечно же, посмотреть на точность, но, скорее всего, вы просто возьмете там самую точную, самую большую модель в соответствии с ресурсами, которые вы располагаете. То есть, если вы, например, это хотите гонять на Raspberry Pi, то, наверное, вот mobile.net это то, что вам надо, потому что он небольшой, у них небольшое количество параметров, и это, наверное, то, что вам подойдет. Если у вас как бы ресурсов неограниченное количество, ну, тогда уже смотрите какую-то более крупную модель, но, опять же, количество параметров, оно не обязательно соответствует тому, насколько быстро будет модель работать. Есть разные типы вычислений, какие-то вычисления выполняются быстрее, какие-то вычисления выполняются медленнее. И то, что, например, допустим, у DanceNet 20 миллионов, а у какой-то еще архитектуры 22, это не значит, что у них будет такая же разница в перформансе. DanceNet может оказаться гораздо сильнее, ой, извиняюсь, сильнее, в смысле, быстрее, чем Exception. Хотя это просто как пример, я на самом деле этих замеров скорости не проводил, хотя, по-моему, DanceNet позиционирует себя как достаточно быстрая архитектура. Возвращаемся к коду. У нас в припроцессинге уже есть все нужно для работы с картинкой, есть все нужно для того, чтобы подготовить input, для того, чтобы задекодить предикшены. Подгружаем нашу модель, указываем то, что мы хотим подгрузить модель, которая уже была натренирована. Дальше я беру объект image, подгружаю картинку. Также сразу и нужно указать target size 224 на 224 по разным причинам, по разным причинам. В качестве входного размера для вот этих всех архитектур, большинстве из них используется именно вот такой размер входного изображения. Поэтому, если у вас, например, картинка сильная такая, как 16 на 9, то имейте в виду, когда вы ее рассадите 224 на 224, ее сожмет, и это может негативно сказаться на точности предсказания. Возможно, не сильно нажать, а взять из нее какой-то небольшой вопрос интересующего вас объекта по возможности. После этого картинка превращается в array, потому что у нас нейронки я работаю с числами, вот эта операция добавляет еще один dimension, потому что когда мы передаем, ну, вообще все работает таким образом, что передавать что-то поштучно, то есть по одному изображению, по одному фрагменту текста, просто по одной единице данных, все тогда операции получаются достаточно дорогие, потому что много вещей надо проэпциализировать, прогнать, получить предикшены, вот, поэтому очень часто такое понятие как бачи, это когда, например, берут сразу там 64 изображения, например, все эти 64 изображения из них создают один такой большой тензор, их сразу передают и сразу получают 64 предикшена, вот, но так как у нас здесь одна картинка, да, то мы просто добавляем еще одно измерение и у нас получается, да, будет бач размером один, после этого мы делаем предикт, получаем предикшенс, пока что это просто массив, массив с числами, массив с числами, которые обозначают, насколько нейросеть, скажем так, уверена в том или ином классе, после этого мы используем готовую функцию декод предикт, которая смотрит и получает на каких позициях эти числа максимальны, да, например, на пятой позиции, да, какой у нас лейбл соответствует пятой позиции в массиве, это там хронист, например, в отдельном дикте, дикшенере, да, или там еще где-то, да, там, например, котик, а, ну, все, хорошо, значит, это код, вот, беру топ-5 самых уверенных предикшен, беру предикшены за первое изображение, ну, потому что, по сути, вот эта функция, она же, как бы, тоже работает, ну, форматом бачи, и у нас тут получает, да, как бы, был массив, состоящий из одного элемента, которым были предикшены, да, поэтому я беру первый элемент и печатаю наши предикшены. Еще такой важный момент, когда вы будете, возможно, когда вы будете это все использовать, важно помнить, что, в итоге веса вот этих вот всех моделей, они не идут уже сразу готовыми в пэккедже, поэтому, когда вы, например, первый раз запускаете этот скрипт, то вы в терминале увидите приблизительно следующую вещь, как, ну, я вот внизу ставил скриншот, у вас будут эти веса скачиваться с внешнего ресурса, будут скачиваться в ваш, там, в подпапку .keras вашего хомедиректори, и это, например, важно помнить при деплое, да, например, если вы хотите это там загнать как-то там докер, вы деплоитесь, да, и вы можете, да, там заметить, что ваше приложение поднимается достаточно долго, в том числе и потому, что оно может скачивать веса. Ну, и посмотрим, что получилось. В общем, я буквально в смысле взял фотографию своего кота и получил вот такие предикшены. Египетский кот, тигровый кот, вот это слово tab, я не знал, что оно означает, загуглил, это слово для полосатых кошек. Что-то нарисованное и, значит, полотенце. Ну, полотенце, может быть, еще и потому, что, да, тут немножко кровати видно, может быть, потому, что это просто котик, он пушистый и тоже как полотенечко в каком-то смысле. И вот, как-то так это работает. Дальше. Йола. Да, вообще, да, извините, немножко сбился. До этого мы поговорили про object detection. И когда я готовил этот доклад и искал что-то по object localization, то, к сожалению, как бы готовых pip package, чтобы просто, да, вот так вот сделать pip install и использовать, и там можно было не просто детектить объекты на картинке, но и находить, где они именно на картинке, я, к сожалению, не нашел. Поэтому я взял вещи, которые наиболее наслышаны в плане локализации объектов. Они, она называется Йола. Оно написано на C++. Ребята сделали специальный фреймворк для нейросетей, для машинного обучения, который называется Darknet. Если вы сходите по ссылке, перейдете на этот веб-сайт, то вы увидите, что сайт действительно оформлен в темных планах. У них там какая-то алхимическая тематика с формулами. В общем, выглядит достаточно необыкновенно, как для этой среды. И на основе, используя этот фреймворк, они сделали вот такую архитектуру, которая называется Йола, такую нейросеть. У них там есть готовые пакеты, готовые к использованию программы, чтобы это все можно было просто запустить. Но оно немножко не подпадает на нашу рубрику, потому что это все-таки не PIP-пакеты, которые можно просто поставить через институт. Это картинка их веб-сайта, где показан пример работы, пример того, как оно работает. Если, например, почитать их научные какие-то пейперы, то видно, что ребята достаточно неформально подходят не только к веб-сайту, но и к пейперам. В частности, здесь они пишут, что Йола, что их архитектура лучше, потому что на графике ее график выше и левее, чем у остальных существующих архитектур. Достаточно смело. Заходите на сайт, пробуйте, что поможет работать в реал-тайм видео не очень большого разрешения, даже на процессоре. Там все 24 кадра в секунду. И, наверное, в принципе, с компьютер-виженом это в основном наверное все. Дальше у нас идет NLP. И в NLP я хочу показать в принципе только один пакет, который мы используем на работе. Он называется Spacey. И его одного достаточно показать, потому что он покрывает достаточно большое количество задач, с которыми можно столкнуться. Нужно прототипировать что-то, что работает с текстом. Ставится он достаточно тривиально, то есть нам достаточно сделать просто pip install. И после этого нам нужно вызвать специальную команду, чтобы скачать модель, которую мы хотим использовать. У них есть разные модели, натренированные на разных датасетах, поменьше, побольше. Я выбрал для своих каких-то тестов, экспериментов вот такую. У них на сайте есть подробное описание по каждой из них. И Spacey умеет достаточно много вещей. Например, можно делать вот такое. Мы его импортируем, после этого мы импортируем модель. Мы вызываем у модели метод лот, который ее погружает к нам в память. После этого у нас появляется вот такая функция, куда мы можем передать, например, какой-то текст или одно слово, которое Spacey автоматически разбивает полностью на токены и по каждому токену достает всю возможную информацию. Видно, для текста мы можем посмотреть, где у нас подлежащее, сказуемое, какая зависимость между словами, например, киев связан со словом is, capital это атрибут слова is и так далее и тому подобное. Или, например, мы можем посмотреть, сделать некоторые экстракшен информации, то есть у Spacey в том числе тоже есть тип-лёрнинг модели внутри встроенной для так называемого named entity recognition, то есть оно пытается пройтись по тексту и достать разные сущности и разную другую информацию. В этом примере мы видим, что вот, например, оно определило киев как какой-то gpe, это локация, дата, число, снова локация, снова число, то есть все entity, которые есть в тексте, которые в принципе можно достать, вот мы и достали. Конечно, это обладает некоторой точностью, которая далеко не 100%, очень часто нужный лейбл не находится или находится не то, что надо, то есть то, что в принципе не является каким-то лейблом, названием города или еще чем-то таким, но в принципе это лучше, чем ничего. Да, вот здесь вот эти обозначения gpe, или вот здесь например тоже есть непонятные обозначения, которые непонятно, что означают, для того, чтобы понять эту терминологию, даже не надо ходить в документацию особо, есть сразу вот такой метод, который называется explain, куда можно передать любую вот эту аббревиатуру, обозначения, которые используют спейси и посмотреть, что он имеет ввиду, да, например, gpe, да, это country, cities или states. Почему именно такая аббревиатура, ну, не знаю. Теперь еще такая вещь. У спейси тоже есть такая вещь, как вектора, точно так же, как мы делали для лиц, точно так же и для слов или предложений можно получить их вектора, то есть их эмбеддинги. Вот я запринтил, например, там первые 10 флотов, выглядят они вот таким образом, на самом деле их там тоже 300, и мы, например, теперь с помощью встроенных методов можем посмотреть, насколько семантически похоже одно предложение на другое предложение. То есть, например, да, вот я люблю пиццу и я люблю бургеры, мы получаем, да, что они похожи на какую-то метрику 0.92. Вот. А я люблю пиццу, да, и там Киев, да, столица Украины, да, мы получаем 0.27, то есть гораздо меньший скор, и в принципе, да, можно понять, что эти предложения совершенно разные. Вот, соответственно, это работает точно так же и со словами по-одиночке, тоже, да, достаточно наглядно, да, там кот и собака похожи, ну, по смыслу, по смыслу, да, это разные животные, но в плане того, где используются эти слова, в каком контексте они похожи на 0.8, а если мы возьмем кошку и машину, то эти слова совершенно разные. Хотя, если бы вы там, например, использовали какую-то метрику, которая сравнивает по буквенно, да, например, дистанцию Ливенштейна, то вы получили бы куда более лучший результат, в плане того, что кошка и машина были бы словами очень похожими в контексте таких метрик. И, наверное, это все, как-то так. Спасибо, что вы слушали, спасибо, что пришли, в смысле, что подключились, идти никуда не надо было. Найти меня можно в, ну, по этому никнейму в качестве социальных сетей, которые я не веду, можно посмотреть, как я не веду и ничего не пишу, например, в Твиттер. Напоминаю, что работаю в компании Rails Reactor, мы ищем самых разных специалистов, не только питанистов, у нас очень много разных направлений, находите наш сайтик, находите нас на Adol, и, наверное, это все. Спасибо. Денис? 40 минут, отлично. У нас тут есть вопрос. Да, сейчас, у меня тут был открыт Телеграм, я даже сам смогу увидеть. Да, я тебе их озвучу, чтобы звучал вопрос-ответ. Чего ты посоветуешь не начать изучение этой темы, я имею в виду не библиотеки, а основы для понимания, как это работает, литература, какие-то курсы, прочее? У нас достаточно интересная получилась с машинным обучением ситуация в плане комьюнити. Существует такое комьюнити, как Open Data Science, у них есть Slack Chat, то есть комьюнити в Slack, где, если я не ошибаюсь, там, наверное, даже уже 50 или еще больше тысяч человек, у них есть открытые онлайн-курсы, которые выложены в виде GitHub-репозитория, да, то есть можно начать оттуда. Что еще я могу посоветовать? Есть разнообразные GitHub-репозитории в стиле Awesome Machine Learning, да, там Awesome Deep Learning, там есть, внизу предлагаются достаточно хорошие курсы, как и литературы, так и на Курсере. Конечно же, в ответе на этот вопрос все крайне советуют и рекомендуют курсы Эндрю Ина, это профессор, который потихонечку, да, выпускает все более и более новые курсы, и еще очень хороший сайт, вот, вот я сейчас думаю, я, наверное, все-таки начал бы с него, он начинает, он, по-моему, называется Past AI, и у них там есть курсы как по линейной алгебре, для того, чтобы понять, да, как работают все эти вычисления, так и по по нейро-сетям, по тому, как это все работает, вот, я это даже могу написать, да, будет здорово, если ты добавишь в Telegram, написал в Telegram, да, в Fast AI, туда можно, туда можно сходить, посмотреть, и там очень много всего действительно интересного и хорошего, так, тут еще достаточно много вопросов, и у нас достаточно много там есть вопрос, там есть вопрос про, есть ли Jupiter, ноутбук, например, где-то. Честно говоря, да, эти все примеры, когда я их готовил для патентаз, я их прогонял у себя в Jupiter, это такая вещь, в которой достаточно сложно следить за чистотой кода, и трудно следить за такими вещами, что, например, я могу объявить переменную, потом эту ячейку подредактировать, а переменную я где-то использовал, а потом, когда я перераню ноутбук, этой перемены нету, то есть, что я хочу сказать, что у меня там есть парочка ноутбуков, но они не готовы для того, чтобы я их показывал людям, в принципе, я их могу немножко причесать и, может быть, там завтра, послезавтра скинуть в Telegram чатик, если это прямо, ну, сильно надо, но с другой точки зрения, опять же, на GitHub, если поры, здесь очень много в Питере ноутбуков с примерами использования этих всех вещей. Спасибо. Еще есть вопросы. Темпы развития ML нарастают или все идет постепенно и ожидать прорыва в ближайшее время? Ну, как сказать, конечно, мне кажется, что, ну, я не сильно эксперт, да, там, в плане того, я имею в виду, я не сильно там какой-то там визионер, который там читает новости, чтобы видеть, куда и к чему это все идет, и мне, наверное, не так много годиков, чтобы комфортно высказываться на эту тему, но мне кажется, что ML будет еще нарастать достаточно объемно и сильно, и, опять же, на мое, ну, по моему мнению, сейчас во многом часто все упирается в то, что нету каких-то устоявшихся практик в плане того, как это все менеджить, что я имею в виду. Для кода, да, у нас есть какие-то устоявшиеся практики, у нас есть гид, где мы храним исходники, у нас там есть айде, где мы это все редактируем, у нас есть CI-CD процесс, да, нам просто деплоится. Когда мы делаем машин лернинг проект, то начинаются еще вот эти вот все вещи, которые у меня там были на втором слайде. Надо думать о том, где хранить данные, как доступ к этим данным получить, как сделать, как делать эксперименты, как делать обучение воспроизводимым, что нам нужно сделать в CI-CD процессе. В принципе, много проблем с тем, как хранить большие файлы, как и веса, так и какие-то там данные для тренировки. Очень много проблем с этим снимает вот такая штука, которая называется DVC. Вот. Она позволяет хранить файлы в S3. Вот. Может быть, она вам даже может пригодиться не для машинного обучения, то есть это такой себе, как гид для файлов, но при этом это не гид LFS, который хранит файлы, там тоже где-то на гид-сервере, а оно может хранить на S3, там, по-моему, у них есть еще какие-то другие источники, где их можно хранить, ну, куда можно класть, да, и получать файлы. и эта вещь очень удобна тем, что, например, у меня есть скрипт, который собрал данные, у меня есть скрипт, который там тренировал модель, у меня есть там скрипт, который еще что-то с моделью сделал. И, например, я могу с помощью DVC создать пайплайн для всего этого, если я что-то меняю в предыдущем скрипте или что-то меняется в предыдущих файлах, то DVC это понимает, и когда я, да, там, выполняю команду, да, там DVC run, да, то есть, ну, выполни мне этот пайплайн, то он поймет, с какого шага надо начинать, на каком шагу все как бы поменялось, да, то есть, немножко, да, как система вот этих вот слоев кеширования в докере, когда вы делаете докер-билд. В общем, очень классная штука, может быть, не решение как бы всех проблем, но нагрузку в нашей небольшой команде, в которой я сейчас работаю, сняла достаточно ощутимо. Вот. А, да, вопрос вообще был про одно, я ответил немножко про другое. А, прорывы, прорывы, конечно, еще будут, вот, но сейчас проблема такая, что очень часто, к сожалению, ну, с одной стороны, к счастью, конечно, классно, что делаются прорывы, но с другой стороны, прорывы делают корпорации, у которых несколько гектар дата-центров и десятки тысяч видеокарт. И, наверное, прорывы теперь в большинстве своем будут оставаться за ними. Спасибо. Еще следующий вопрос. вопрос. Вопросы уже я читаю из YouTube. из YouTube. Хватает ли Python для ML? Рассматриваете ли вы другие языки для ML? Сколько времени вы уже занимаетесь ML? Значит, помимо Python, некоторые используют Scal. Ну, Scal там для каких-то, не то чтобы диплёртинг вещей, но я, например, знаю, что, по-моему, для Scal есть фреймоп, который называется MXNet, но я еще не общался с человеком, который бы его использовал. хватает ли... Да, то есть в плане машинного обучения диплёртинга, к сожалению или к счастью, альтернатив Python особо нету, потому что весь инструментарий все под Python. Какие-то отдельные вещи есть под C++, какие-то отдельные вещи есть под Scal, какие-то отдельные вещи, я уверен, есть и существуют и работают под нотой. Но все-таки, чтобы собирать поменьше, наступать на меньшее количество каких-то проблем, лучше, конечно, использовать Python. Что там еще? Там несколько вопросов было в вопросе. Сколько времени вы уже занимаетесь ML? Не могу дать какой-то однозначный ответ на эту тему, потому что я не занимаюсь непосредственно ресерчем в основном. Я все-таки больше просто бэкэнд-разработчик, который очень тесно работает с ресерчерами. То есть у меня там могут быть таски взять Jupyter ноутбук, взять еще какую-то вещь, где что-то на прототипировано и потом загнать наш бэкэнд, задеплоить и вот это все. Наверное, так с какими-то там перерывами года три, но особо глубоко в ресерч я не углублялся. Я все-таки инженер, но не тот, который ML-инженер. Спасибо. Еще один вопрос. Посоветуете ли какую-то библиотеку для распознавания автомобильных номеров? Для распознавания автомобильных номеров? Непосредственно напрямую такой библиотеки мне кажется сходу нету. Возможно, мне кажется, должен быть датасет, на котором можно было бы обучиться. Но, насколько я знаю, номерные знаки, ну, насколько я могу судить, номерные знаки, они достаточно стандартизированы. Я когда-то натыкался на статьи, где там на парковках, для шлагбаума, там определяют номерной знак, и там сам номерной знак находят с помощью OpenCV, потому что известно, что из Sky, белый квадрат, белый прямоугольник, на фоне всего остального, что происходит. а вот уже непосредственно маленькие буквы и цифры уже как-то разруливают с помощью машинного обучения. И вот там уже, наверное, должны быть готовые какие-то вещи для этого, но, к сожалению, не могу посоветовать, в голове сейчас ничего нет. На этот счет. Меня слышно? Да, да, да. Супер. Есть ли требования к тому, на каком уровне надо знать математику для Data Science разработчика? Вот. Что-то вспомнилась шутка, не знаю, правдивая или нет, да, где вакансия у преподавателя математики для машин лернинг команды в какую-то компанию. На самом деле достаточно, конечно, знать на базовом уровне все разделы математики, ну, я имею в виду, да, понимать, что такое множество, понимать какие-то вещи с дискретной математики, да, там понимаешь, что такое интегрирование дифференцирования, потому что очень много связанного, там, там, с градиентом и дифференцированием, очень много этих вещей происходит, когда нейросети тренируются на уровне оптимайзера, да, и чтобы понять, например, почему нейросети не сходятся, не натренироваются, да, или почему там происходит такая вещь, как градиентный взрыв. Надо немножко понимать все-таки, что такое производное, как это все работает и как работают оптимайзеры. Но больше всего, мне кажется, нужно знать линейную алгебру. Все, что связано с массивами, тензорами, вот этими всеми операциями, вот это, наверное, самое ключевое для этого. На каком уровне? Я не знаю. В разных компаниях по-разному к этому относятся. Где-то задачи такие, что достаточно просто заимпортить керос, накидать слоев и смотреть, как оно сходится. И как бы я, возможно, сейчас скажу какую-то спорную вещь, но там математики знать не надо. Но если, конечно, уже на ходе дела до какого-то ресерча, то там уже надо. То есть ситуация такая же приблизительно, как и с веб-разработкой. Надо ли знать, как работает TCP, сокет и вот это все, чтобы писать REST API? Наверное, нет. Но когда вы столкнетесь с какими-то проблемами, то эти знания, наверное, очень помогут и помогут глубже понять, как сделать вещи лучше. Вот так.